Преподавательницу севастопольской школы номер 3 с углубленным изучением английского языка уволили за два дня. Это меня информирует о том, что через два дня, точнее завтра мой последний рабочий день. Карьера пошла под откос после того, как Наталья Ёлгина написала сообщение в соцсетях Михаилу Развожаеву, назначенному Кремлем губернатору Севастополя. Российским журналистам Наталья рассказала, что решила обратиться к высокопоставленному чиновнику, когда посмотрела расследование Навального о дворце в Геленджике. Здравствуйте, уважаемый губернатор. Почему у меня зарплата в школе 12 тысяч рублей, пусть и из-за полставки? Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в классе, где я преподаю. Губернатор Развожаев не поленился и ответил школьной преподавательнице, но не в соцсетях, а российскому изданию «Новая газета». Мне непонятны мотивы, заставившие молодого педагога, что называется, хайпануть. Вкрутив рассказ моего восьмилетнего сына, участие в несанкционированном митинге и увольнение из учебного заведения. Это три разных истории, не имеющие между собой ничего общего, кроме громких заголовков. Никаких распоряжений по судьбе Натальи я не давал. Формально Ёлгину срочно уволили, потому что из декрета вернулась другая учительница, вместо которой работала Наталья. И это указано в документе. Работник вышел 1 февраля, а 30-го закончились наши трудовые отношения с Натальей Олеговной, о чем она была предупреждена в соответствии с законодательством в установленные сроки. Ёлгина говорит, что дружит с преподавательницей, которая вышла из декрета, и та якобы не планировала возвращаться на работу. В четверг я отработала три урока, меня известили о том, что пятница мой последний рабочий день. Я пришла в пятницу, отвела четыре урока и была уволена. В понедельник я пришла, забрала свои документы. Она вышла 1 февраля, написала заявление об увольнении и дальше ушла домой заниматься своим ребенком, который не достиг еще возраста трех лет. Она не работает. Можете сходить в школу, проверить. Участвовала во внеклассной работе. Школьное руководство доверяло проводить олимпиады, рассказывает Наталья. И все это без дополнительной оплаты. Я иду и провожу олимпиаду, отменяя свои частные занятия, на которых я бы могла заработать. Вот, ну, несколько раз меня ставили на эту олимпиаду, и я говорю, ну, а будет хотя бы какая-то благодарность финансовая, потому что, ну, как бы я свое личное время трачу. Они говорят, ну, мы вам дадим какую-то премию. Ну, а потом по факту я получаю там пять тысяч аванс и девять тысяч зарплату. Ну, и никаких премий, никаких стимулирующих. И совсем другое о якобы образцовом педагоге рассказывает заместитель директора школы. Жалобы на Наталью Олеговну действительно поступали. Поступали в октябре, в ноябре, в январе. Жалобы касались того, что уроки ее не носят обучающего характера, и дети не усваивают преподаваемый им материал. До 30 января Наталья Олеговна являлась работником нашей школы, и отношения с ней были ровно такие же, как и отношения с остальными сотрудниками нашей школы, доброжелательными и деловыми. Со слов Йолгиной, у нее высшее образование, она лингвист-переводчик с сертификатом Кембриджа, полтора года преподавала английский в Китае, там же работала фотографом. Я работала полтора года в Китае преподавателем английского, и моя зарплата была 2,5 тысячи долларов. После увольнения из школы ее допросили сотрудники российского центра Э, Управления по противодействию экстремизму, говорит Наталья. Обвиняли в подстрекательстве школьников выходить на митинги. Попросили директора выйти, то есть они все вышли в коридор, разговаривали с директором, то есть она удивилась, она тоже не понимала, кто эти люди. Я вообще думала, это пришли их как бы увольнять и наказывать, а пришли как бы проводить мне лекцию по поводу того, что не надо ходить на митинги, их организовывать, в них участвовать и так далее. И о том, что это наказуемо, что это будет административная или уголовная статья, и о том, что это повлияет на мою дальнейшую карьеру, меня не возьмут на работу, ну и, короче, понакатаны. В общем, мне кажется, их прислали, чтобы меня запугать. Сиди тихо, сиди молча, не высовывайся, а то мы тебя посадим. Ну, в общем, мне это не страшно, как бы, ну, что там в тюрьме кто сидит, ну, посижу, надо будет. Но после воспитательной беседы Ёлгина все равно устроила одиночный пикет. Сначала пошла к зданию правительства Севастополя подконтрольного Кремлю. Так, ребята, меня пока еще не сгребли, все хорошо. Сейчас я натяну шапку на лоб, потому что здесь ветер. Вот я, собственно, тут стою со своим плакатом. Меня уволили из третьей школы за недовольство зарплатой 12 тысяч рублей. Тети и дяди выходят из этого здания, улыбаются и идут дальше. Потом еще несколько суток выходила на главную площадь Севастополя. Вот мы вот на площади Павла Степановича Нахимова на Майдане. Государство вот только наше, меня не любит. И всех учителей России не любит, не ценит. Знаете вообще, почему у нас такие маленькие зарплаты? Мне кажется, потому что государству невыгодно, чтобы люди были умные. Российские силовики обвинили учительницу в участии в несанкционированном митинге в поддержку Навального 23 января в Севастополе. Наталья ответила, что действительно была в центре города в этот день, но в протесте не участвовала. У Натальи есть свой профиль в Ютубе. Одно из последних видео на своем канале она назвала «Достойная оплата труда учителям России». «Я вас призываю тоже вообще одуматься и перестать сидеть дома на жопе ровно и начать что-то делать». «Ну я хочу хотя бы на 30 тысяч в месяц зарплаты за ставку, ребята, разве я многого хочу?» «Ту-ту-ту-ту-ту-ту». «Я не хочу жить в Китае, я хочу нормально жить в своей стране, мне нравится жить в России, только ЗП тут маленькая, понятно? Пип!» Ёлгина призывает коллег всячески проявлять свое недовольство, хотя бы писать жалобы в подконтрольной России Департамент образования Крыма. Продолжение следует...